МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей СОРОВ-24. В студии Катерина Пёнова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. В новой участке для многодетных в администрации прошла жеребьёвка территории по ДЖС на улице Нижегородской. Ремень безопасности сотрудники ГИБДД провели акцию на дорогу города. 7 ноября, что в этот день отмечали в Советском Союзе. Далее расскажем по всему подробно. Россия выйдет на плато по числу заразившихся коронавирусной инфекцией в ближайшее время. Оно сохранится до весны следующего года. Так считает вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн. Я думаю, что мы достигнем плато в ближайшее время. И так на этом плато с небольшими колебаниями будем жить до весны. Сказал он в интервью телеканала РБК. Ранее заместитель директора по научной работе НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что стабилизация ситуации с коронавирусом в России начнется, когда суточные показатели прироста новых заболевших в течение восьми дней будут стабильны, а индекс распространения вируса не будет превышать единицы. В Сарове в ближайшее время администрация проведет серию рейдов, чтобы проверить, как торговые центры соблюдают указ губернатора Глеба Никитина. Напомним, глава региона распорядился не допускать посещения ТЦ детьми до 16 лет без сопровождения взрослых. В первое время с нарушителями будут проводить разъяснительную работу. В дальнейшем возможны административные штрафы. Штаб по противодействию коронавирусу подчеркивает необходимость контроля родителей за разобщенностью детей. Крайне важно воздержаться от коллективных туристических поездок, празднований и иных массовых мероприятий. При выявлении у детей малейших признаков ОРВИ не направлять их в школы и детские сады. На большинство вопросов, связанных с распространением коронавирусной инфекции, можно узнать ответы по телефону 97777. В администрации прошла жеребьевка оставшихся земельных участков на улице Нижегородской. Территория распределили между следующими в очереди претендентами. Подробнее о том, как проходила жеребьевка и о планах многодетных на эту землю, расскажем в следующем репортаже. За окном хмурый и дождливый ноябрьский вечер. Но для некоторых соровчан этот день особенный. Немного предыстории. В начале сентября в городской администрации прошла жеребьевка земельных участков на улице Нижегородской для многодетных. По разным причинам прийти на нее смогли не все. И как того требует закон, власти объявили новую встречу. Из пяти, получивших повторное приглашение семей, пришли четыре. Запечатанный конверт опускают в лототрон. Короткий инструктаж. Из трибуны звучит фамилия первого очередника, который заявляет об отказе участвовать в жеребьевке. В интервью нашему каналу мужчина рассказал, что его семья рассчитывает получить участок в другом месте. Мы на семейном совещании приняли просто решение, что раз мы были на западной улице, на участке, что хотим мы там получить участок, все-таки дождаться по возможности. Я хочу написать заявление, отказаться от участия в жеребьевке. Может быть, получится на западной все-таки дождаться участка. Больше в тот вечер отказов не было. Все оставшиеся участники жеребьевки по очереди поднимались к трибуне, вытягивали конверт, объявляли номера участка и уходили к соседнему столику, чтобы в спокойной обстановке написать заявление на долгожданный кусочек своей земли. Мы довольны. Нам, в принципе, был земельный участок. Не важно, Нижегородская, Западная. Ну, без разницы. Скажите, пожалуйста, скоро намерены начать строиться? Ну, следующей весной. Уже примерно спланировали дом? Примерно, да. Какой он будет? Двухэтажный. Кирпичный, желательно, потому что будем строить надолго с расчетом на большую семью. В ближайшие две недели специалисты комитета по управлению муниципальным имуществом составят постановление, присвоят ему официальный статус и пригласят семьи, чтобы вручить им выписку о зарегистрированных правах на собственность. А тем временем, после двух жеребьевок на улице Нижегородской по-прежнему остаются свободные участки, которые, впрочем, обязательно дождутся своих владельцев. С двумя нераспределенными земельными участками будет проведена процедура жеребьевки после того, как мы соблюдем все процедуры закона. А процедура закона – то, что мы, многодетные семьи, должны уведомить о начале жеребьевки не ранее 10 дней. Соответственно, в ближайшее время мы будем приглашать остальные многодетные семьи, две, для прохождения процедуры жеребьевки. Молодежный центр объявляет творческий конкурс «Мама, дочки, сыночки», приуроченный к Международному дню матери. Среди номинаций «Мама, искусница», «Пальчики оближешь», «Нежность родного голоса» и «Милый и ласковый самый». Работы принимают до 25 ноября. Подробности по телефону 99108. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Нижегородской области завершается рассылка налоговых уведомлений. Пользователи личного кабинета могут найти их в своем профиле на сайте ФНС в электронном виде. На бумажном носителе они уведомления не получат. Остальные нижегородцы найдут налоговые документы по старинке в почтовых отделениях связи. Оплатить налоги необходимо до 1 декабря. В Саровской православной гимназии создают постоянную экспозицию картины Гумена Афанасия, Тихонова, Уроженца Сарова, постриженника Рождественско-Богородичного Саноксарского монастыря в Мордовии. На стенах учебного заведения можно будет увидеть более 20 работ мастера. Среди сюжетов – иконы и портреты новомучеников, натюрморты, картины на исторические и евангельские темы. Скоро будет оформлен стенд с рассказом о жизни и творчестве художника. Соблюдение правил дорожного движения проверили сотрудники ГИБДД. Акцию «Ремень безопасности» дорожные полицейские проводят минимум раз в месяц. И каждый раз выявляют непристегнутых водителей. Подробности далее. Пристегнуться, а? А то, а то штраф придется платить. Владимир Владимирович явно освежил в памяти правила дорожного движения и точно знает – предупреждением отделаться не удастся. «Ремень безопасности» – это неотъемлемая часть автомобиля, и использовать его не право, а обязанность каждого человека, который находится в салоне во время движения. К тем, кто считает иначе, кодекс об административных правонарушениях беспощаден. Никаких разъяснительных бесед, только штрафы. От тысячи рублей для водителя до трех, если остановивший машину сотрудник ГИБДД увидит непристегнутым ребенка. Для перевозки ребенка до 19-летнего возраста необходимо использование детского удерживающего устройства, либо иного предмета, который позволит пристегнуть ребенка с помощью стандартных ремней безопасности. На переднем же сидении перевозка детей до 7-летнего возраста возможен только с использованием детских удерживающих устройств. Профилактические операции, на одной из которых побывала наша съемочная группа, Саровская полиция проводит каждый месяц. Место и время выбирают не случайно. В этот раз, например, стражи правопорядка начали рейд в 15 часов с перекрестка улиц Силкиной и Академика Харитона. Еще не успело стемнеть. Там достаточно места, чтобы остановить машины и не мешать другим участникам дорожного движения. Постоянный, но не напряженный поток транспортных средств. И самое главное – машины перед поворотом снижают скорость. А значит, стражам правопорядка легче разглядеть непристегнутого водителя. Увидев наряд полиции, некоторые нарушители пытаются идти на уловки. Но, как заверяют сотрудники ДПС, за годы службы они уже успели выучить их наизусть. Ну, одна из основных уловок использования ремень безопасности, когда водитель уже пристегнут, ремень сзади находится туловище. И при виде инспектора ДПС пытаются просто перекинуть на ходу. Вот, инспектор ДПС, конечно же, это все видит визуально, выявляет, останавливает. И, соответственно, санкция статьи 12.6 выписывает постановление. Согласно праву 2.1.1, правил дорожного движения, водитель должен быть пристегнут ремнем безопасности перед началом движения. Красноречивее всего необходимости использовать ремень безопасности говорит статистика. Только за этот год в городе произошло 6 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, при которых водитель или пассажир были не пристегнуты. В ходе этого рейда стражи правопорядка выписали еще 5 протоколов, в очередной раз напомнив водителям о необходимости соблюдать меры безопасности. 7 ноября в России отмечают День Октябрьской революции. В этот день, 103 года назад, в Петрограде произошло вооруженное восстание, которое закончилось взятием Зимнего дворца, арестов членов Временного правительства и провозглашением власти советов. Праздновать 7 ноября стали сразу же. Этот день отмечали в СССР как главный праздник страны, День Великой Октябрьской социалистической революции. Знают ли сейчас саровчане про этот праздник, выясняла наша съемочная группа. День 7 ноября – красный день календаря. Эти строки Самуила Яковлевича Маршака в Советском Союзе знал практически каждый. Долгие годы День Великой Октябрьской социалистической революции был национальным праздником. В стране проходили военные парады и массовые демонстрации. 15 лет назад эта дата стала памятной. Узнаем, что помнят об этом дни саровчане. Революция – праздник. Советский, как он назывался официально-то? Ну, революция. Знаешь, что революция? 7 ноября – революцию. Великую Октябрьскую социалистическую. Ну вот сейчас это как выходной праздник или просто памятная, да? Для меня праздник. И памятная дата, и праздник. Честно, не знаю. Не помню. Что же, ничего страшного. Скажите, пожалуйста. День Октябрьской революции. Ну, праздник, к сожалению, я уже забыл. День 7 ноября – красный день календаря. Посмотри в свое окно, все на улице красно. Бьются флаги у ворот, пламенем плая. Видишь, музыка идет, там, где шли трамваи. День Великой Октябрьской социалистической революции. Скажите, а сейчас его часто вспоминают? Не уверена. Не спрашиваю, но мы отмечаем. Тетка у меня отмечает. Дед у меня был коммунистом и всегда ходил на демонстрацию на ноябрьские праздники. 7 ноября – день пожилого человека. У нас и 4 ноября непонятно какой праздник, и 7 ноября тоже забыли. То есть праздников как таковых у нас не осталось почти. Остались 9 мая и Новый год. Ну, 8 марта еще. Наверное, все. Роскачество составило рекомендации по выбору зимних курток. Эксперты рекомендуют выбирать куртку, опираясь на наличие аллергии на натуральные наполнители. Также необходимо помнить о погодных условиях, в которых ее будут носить. Широкий ассортимент теплой верхней одежды на любой вкус и кошелек предлагает своим клиентам магазин «Планета одежды» в торговом центре Куба. Синоптики уверяют, столбик термометра покажет минус уже на следующей неделе. Поэтому пора подумать, в чем встречать зиму. В магазине «Планета одежды и обуви» есть все, чтобы обезопасить себя от пронизывающего ветра и холода. И при этом выглядеть стильно. У нас есть и тунички, есть и платья, и костюмы, есть и трикотаж, есть и хэбэ, есть и шелковые, шифоновые блузки, допустим. Юбочки есть и удлиненные, и зимние, и короткие. Продавцы-консультанты нам всегда помогут разобраться с размерами и подсказать, кому что более подходит. Нужна зимняя куртка или шуба, мягкий легкий пуховик или дутая куртка? Пожалуйста. В ассортименте магазина «Планета одежды и обуви» представлены как классические варианты, так и созданные по последним модным тенденциям. Клетка во всех ее вариациях разукрасила поверхность утепленных пальто. Крупная и мелкая, реализованная в уютных шерстяных тканях. Must have предстоящего холодного сезона. Маленьких непосед тоже есть чем порадовать. В магазине позаботились о том, чтобы ваш ребенок мог беззаботно играть в снегу, а вы не переживали, что он промокнет и замерзнет. Есть курточки зимние и осенние. Для зимы есть комбинезончики, большой ассортимент шапок, есть ботиночки, есть дутики, есть сапожки. Прислушиваемся к покупателям по просьбе, что они хотят видеть в нашем магазине, пытаемся и стараемся выполнить эту заявку. В мужском отделе тоже есть из чего выбрать. Стильные джемперы и кардиганы для офиса, теплые толстовки для уличного спорта самых разных оттенков. От стандартных черного и белого до бордового, фиолетового, синего. И, конечно, богатый ассортимент верхней одежды. Самой большой популярностью пользуется куртка Аляска. Можно надеть и как для спорта, и как для офиса, скажем, под пиджак. Удлиненные, хорошие кармашки, капюшон. А пушечки убираются, капюшон отстегивается, легкая, но теплая. Размеры у нас начиная с 46-го и до 72-го. Хочу отметить, что великаны в продаже у нас тоже имеются. В магазине радует не только большой выбор, но и цены. Пару утепленных женских ботинок можно приобрести от 600 рублей. При этом качество будет не хуже, чем у дорогих аналогов. Мужские есть также спортивный стиль, есть классика, и есть войлочные сапожки для пожилого возраста, для гуляния. И есть дутики. Женские есть ботфорты, есть в коже сапоги, есть ботинки и кроссовки для прогулки. Вязаные шерстяные свитеры и юбки, теплые платья, брюки и кофты. И, конечно, аксессуары. Шапки, береты, шарфы, снуды, перчатки. Неудивительно, что никто не уходит отсюда без покупок. Новое пополнение зимнего ассортимента будет уже 9 ноября. Не пропустите. Магазин «Планета одежды и обуви», торговый центр Куба, второй этаж. Лакомство, которое лечит. О чудодейственных свойствах меда ходят легенды. В его целительной силе убедились миллионы людей по всему миру. А мед свежего урожая сладкоежки ценят особо. Десятки его сортов можно не только приобрести, но и продегустировать в Ледовом дворце. Там пройдет ярмарка «Медовая феерия». Темный, светлый, чистый и с натуральными добавками. На любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда вы найдете в Ледовом дворце. Только 9 ноября там пройдет ярмарка «Медовая феерия». Качество этого полезного лакомства спасики пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах страны, в том числе и в Сарове. Михайловые лично внимательно следят за тем, чтобы ассортимент меда удовлетворял каждого. Поэтому на «Медовой феерии» можно найти достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. А еще любимый многими хвойный мед. На щитовидную железу хорошее действие оказывает. Потом против простудных заболеваний. Он обладает противовоспалительным свойством. Впервые на «Медовой феерии» мед с дягеля. Это алтайский мед, который улучшает работу желудочно-кишечного тракта и оказывает благотворное действие на суставы. И как и любые темные сорта меда, такие как тот же хвойный или каштановый, помогают работе сердечно-сосудистой системы. На ярмарке есть липовый, майский, цветочный, высокогорный мед. И мед с акации, который полезен и подходит как взрослым, так и детям. Мед с акации очень хороший мед. Он, во-первых, не кристаллизуется. Он очень долго стоит в жидком виде. И полезен детям. Аллергию не вызывает. Все сорта можно попробовать лично. И остановиться на том, который больше понравится. Не пропустите. Ярмарка «Медовая феерия» работает в Ледовом дворце только 9 ноября с 10 до 18 часов. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова